В Сочинском художественном музее открылась уникальная выставка старинных икон. Более полугода лики святых реставрировали к показу, достав их из фонда музея. Параллельно с этим велись переговоры с частными коллекционерами, чтобы выставка получилась полноценной. Из фонда Сочинского художественного музея частных коллекций в Сочинской епархии представлены фотографии, посвященные году и семье. Специально для этой выставки из фондов художественного музея были отреставрированы иконы, которые впервые экспонируются на этой выставке и представлены для гостей и жителей города Сочи. Для посетителей даже провели краткий экскурс в историю, вспомнив о князе Владимире и крещении Руси. На этом акцентировал внимание академик художеств и директор музея Петр Харисанов. Он понимал, что должно что-то объединять страну. Это может только религия, это может быть только единобожие. И на тот момент единственным и самым правильным выбором для него был – это как раз православие, которое мы получили от Лизантии. И это объединило страну. Для посетителей выставлены иконы с 17 и конца 19 веков. Они написаны маслом, литые из медного сплава, некоторые из них даже в окладах. Выставка особенно символична, поскольку покровителями семьи и брака в России считаются святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские. Это действительно потрясающие по своему историческому, по своему культурному, эстетическому значению артефакты и предметы, не просто имеющие какое-то культурное значение, но действительно религиозного значения. То есть любая икона – это окно в мир духовный. В холле музея развернулась фотовыставка сочинской епархии, посвященная семейным православным ценностям. Экспонирование художественных работ продлится вплоть до 27 сентября. При этом ко дню образования Краснодарского края администрация города Сочи во всех районах курорта проведены праздничные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры, а также выставки, конкурсы и мастер-классы. Роман Нощенко, Дмитрий Петри, Время новостей.